Братья и сёстры, приветствую вас! Любовь Иисуса Христа! Очень рад этой святой возможности, которая у нас есть, прийти в этот вечерний час и поклоняться Богу. Я уверен, что из нас большинство не начали вот с этой секунды поклоняться. Какой-то есть определённый срок, и мы днём Бога искали, но есть такая возможность наслаждения, лучшая, собраться вместе Божьему народу и вместе наслаждаться, поклоняясь нашему Господу. Слава Богу! Мы с вами по великой милости, возлюбленные, не оказались в тех самолётах, которые упали на землю, не оказались в тех кораблях, которые утонули вместе с людьми, не оказались в каких-то автомобилях, которых смяло вместе с людьми. Нас Бог помиловал, мы с вами живы. Слава Господу! Слава Богу! Меня зовут Вадим, моя фамилия Парахневич. Брат Вася говорил, что он белорус. А я так стою и думаю, деды там, кто Заблотские, кто Парахневичи, в начале прошлого века уехали в Сибирь, там вот от этого всего движения кто-то влюбились там и так далее. Вот появился я и думаю, а я как про это скажу, белорус я или сибиряк, или русский кто? Но думаю, нас всех объединяет. Я дитя Божье, я христианин, и передо мной столько Божьих детей, Божьего народа, спасённых Иисусом Христом, возрождённых свыше, крещённых в Дух Святой и находящихся в завете с нашим Господом, Иисусом Христом, приняв вводное святое крещение. Слава нашему Господу! Любимые столько обилия Божьего действия, Божьего Слова на этом месте. Я что могу сказать, когда всё уже рассказано, и вспоминаю только, и это слово удерживается во мне, когда я читаю из книги-притчей Евангелия, которая там так вставлена, что не сразу-то и разберёшь, когда я прочитывал, думаю, но если это написал Соломон, он не знал ещё евангельского откровения, как он написал про это, наверняка его в этом убедил Дух Святой. Книга-притчей, 24 глава, читаю с 10 стиха и ниже. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обречённых на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей знает это и воздаст человеку по делам его». Возлюблены как минимум четыре действующих лица в этом отрывке Священного Писания. «Кто-то идёт в этой печальной колонии, обречённой на убиение. Кто-то их обрёк на это убиение, взял их в плен и сейчас их убьёт. Осталось чуть-чуть времени. Кто-то над этим наблюдает, а кто-то, оказывается, может их от этого спасти. От обречённости на убиение может их спасти так, чтобы их смерть не постигла. И этим людям, которые могут спасти этих несчастных, даётся команда и говорит, «Не будь слабым в день бедствия, иди и спасай обречённых на убиение». Ты же знаешь, что тот, который надзирает над душой твоей, он понимает, что ты это можешь сделать. Он тебе на это дал полномочия. И если ты этого не сделаешь, но ты пристанешь перед Богом и будешь давать Ему отчёт. Я думаю, а кому это повеление? Евангелие от Матфея. Мы читаем с вами в 28 главе слова нашего Господа Иисуса Христа, которые Он сказал, возносясь от этой земли, дав повеление церкви. «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению, уча людей соблюдать, что Я заповедал вам и сея с вами во все дни до скончания века». Нужно погружать их в познание Бога во имя Отца, Сына и Духа Святого. И здесь говорится, что одним людям Он даёт эти полномочия. «Иди и спасай взятых на смерть». И когда мы видим, конечно, тот, кто пленил этих людей, это дьявол, противник человеческих душ. Но это люди, Он намного сильнее их. А другим людям Бог даёт поведение. «Иди и спасай». От кого? От дьявола, от бесов? Конечно. «Иди и спасай». Я тебе дал полномочия, потому что ты церковь, купленная кровью Иисуса Христа и освобождённая от бесов и наделённая полномочием от Бога спасать взятых на смерть. Тех, которых грех пленил, которых грех заковал в кандалы, которых обрёк на убиение и в сознании их говорит, «Вы мертвецы, вы трупы, вам никакого избавления не будет. Иди и скажи им, что это далеко не так. Я их люблю, я хочу, чтобы они были свободны». Слава Господу! Но, любимые, сегодня мы, бывает, часто слышим от людей Божьих, от народа Божьего, «Не дай Бог в больницу попасть, не дай Бог не заразиться, не дай Бог там ещё какой-то». Ну, конечно, кто себе будет планировать какую-то проблему? Мы же так не устроены. Завтра запалею ковидом, послезавтра ещё чем-то, потом через два года сломаю руку, и ум нормальный так не думает. Вы согласны со мной, друзья? Мы всегда молимся, «Господи, сохрани от этого всего». Но сколько переживаний, когда человек верующий, христианин понимает, ему нужно идти в больницу через врачей, у него симптомы того-того, и он боится чего-то, трясётся со страху. А ведь как больше попасть туда, в эту больницу, в которой заражённый этим инфекцией, заражённый этим ковидом, инфекционных отделениях, кто туда скажет, придёт к главному врачу и скажет, «Я хочу этим больным проповедовать Евангелие, я проповедник, им нужна благая весть». Ну, если вежливый главный врач, он просто скажет, «Уважаемый, идите домой». А если грубый, то как бы сказать, там у какого народа, какие есть там для этого слова. А если человек заболел, верующий человек, христианин заболел, так ему пропуск Бог дал, прийти туда к обречённым, которые не знают, чем утешиться. Их страшит смерть. Их страшит смерть. Их страшит расправа. Больных детей потеряю. Жену больше не увижу. Не хочу умирать. Приди туда, спасённый и святой, и скажи, что есть всемогущий Бог, который тебя любит. Он сильнее болезни, он сильнее проклятия, он сильнее греха, он сильнее смерти, он воскрес из мёртвых. Слава Богу! Возлюбление нас... Бывает, что нас по пути, по этой дороге земной разукомплектовывают потихоньку. Ну и врачи в том числе. И мне пришло время тоже из меня вытащить из коленного сустава мениск, и кроме врачей никак больше это не решается вопрос. Я говорю, Господи, я Тебя благодарю. Ты всё знаешь. Я в руках Твоих. Ну благослови меня. Там мне встретиться и кому-то Евангелие сказать. Прихожу, меня ложат на койку, располагают, готовят к операции, ну там со всякими делами. И вдруг я вижу, лежит рядом со мной пожилой уже человек, которому я благовествовал Евангелие, когда обслуживал оборудование инженерное в доме-интернате престарелых и инвалидов. Он там покаялся, мы с ним вместе молились. Ну пришёл, мы же сантехники верующие приходим. Серёжа, не только горские лечить там, да? Это горские-то попутно. У нас есть пропуск в такие квартиры, на такие заявки, что мы можем с людьми беседовать, проповедовать им Евангелие. Они нас не выгонят, ну потому что тогда останутся без горшков, со сломанными смесителями и так далее. Им невыгодно. Тогда слушай. И вот там также была история. И тут я попал с ним, он лежит в палате, и ему такой диагноз, типа, ну всё, мужчина, рак, вы уже, кончается ваше путешествие. И всё вот так вот ему аккуратненько рассказывают. А я его увидел, говорю, Борисович, привет, как у тебя дела? О, Вадим, как хорошо. Вот у меня проблемы со здоровьем. Я ему опять благовествую. Мы с ним, ну, время там никто не выгодит. Это сейчас скажут. Брат Вадим, давай через 10 минут заканчивай. А там всё у тебя. Ночь, день, уколы вкололи. И опять слушай Евангелие. И мы с ним так беседуем, беседуем. Он кается опять. Видать, ну, подзабыл. Ну, старик есть старик. Это мы с вами 4 раза в неделю, а то всегда, каждый день собираемся на служение. А в доме-интернате там график другой. И мы с ним опять беседуем. Он молится. Христа принимает сердце своё. Он говорит, всё, за вами приедут. Приезжает его команда. Меня узнали. И говорят, о, Вадим, и ты здесь, как хорошо, и так далее. А ты чего здесь? А я говорю, вот, меня вытаскивают потихоньку, разукомплектовывают, чтобы мне ещё походить можно было. Но врач говорит, вы рано приехали за ним. А как мы его на следующий день только вам отдадим? Я молюсь, думаю, Господи, в чём дело? Ведь уже же, ну, принял Христа человек. Ты меня как раз вовремя в этот график вставил, потому что ты лучше всего знаешь. Они уехали, поговорили со мной, уехали. И этот Борисович, мы с ним ещё беседуем, ему исповедаться надо. И вот тяготит то, что он наделал в своё время, пока Бога не знал, многих дел, и совесть его не свободна. Слово Божье говорит, если исповедуем грехи наши, то Бог наш, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Ему исповедание надо. Конечно, ему очень повезло. Смотрите как. Я присвитер церкви, священнослужитель, попал как раз к нему для того, чтобы с ним побеседовать, покаяться, исповедание принять у него. И он исповедался, мы с ним помолились, на следующий день приезжает за ним команда его из дома престарелых и увозит его туда. А через неделю он уходит к своему Господу. Слава Богу! Любимые, вы знаете, мы неопределимы. У меня свой график, у меня свой сценарий на эту жизнь. Мне надо вон туда ехать, в те поездки, деньги заработать, ну, много чего у каждого из нас. И вдруг наш маршрут меняется по больницам, по каким-то притонам, по подвалам. Бывает такое, да, брат Николай? По каким-то этим отстойникам, распределительным узлам тепловым там. Ну, это маршрут поменялся. Бог, потому что надзирает над нами, потому что мы церковь его, народ его. Он больше благовестий никому не верил на этой земле. Он больше слово свое никому не дал. Он дал церкви, и помазанное дал церкви, чтобы она была способна, пригодна, годна и сильна делать его работу. Слава Богу! А потом, оказывается, там еще оказался мой одноклассник в этой же палате. И сидит вот такими глазами, смотрит. Такие люди приходят ко мне, здороваются. Другие приходят, врач лечащий приходит, здороваются. Ну, он мой заказчик, я ему сантехнику делаю, а что он со мной не будет здороваться? Понятно? И он сидит в углу и смотрит на меня. Вадим, ты кто такой вообще? Учились-то, я как бы, ну, не был такой из отличников. И, к сожалению, своему, я всегда об этом сожалению вспоминаю, спортивная команда, когда у нас школьная была, вот мало трафарет с числом на футболку налепить. Мы еще сзади такую надпись там сделали на футболке. Вера в Бога, врагам под Бога, вот тебе богила, крест. Ну, такие были. Потому что я в 65-м году родился, и мы росли без благовестия не слышали в сибирских краях, к сожалению своему, но как есть. И он это все видел, и у него картинка обо мне такая осталась. А теперь прошло почти что 40 лет, и вот он встречается и видит, люди приходят с улицы, Вадим, привет, чуть ли не обнимаются, врач приходит, Вадим, дорогой, как у тебя здоровье? А его там инженера, никто об этом не спрашивает. А я как бы сантехник, и ко мне одни, вторые, третие. И вот у него такой вопрос, ты кто вообще? Я говорю, пойдем поговорим, Андрюша. И беседуем с ним, и он говорит, у меня много вопросов. Я говорю, а я знаю, я же сюда не просто так попал, а для того, чтобы ты узнал, что твоей бессмертной душе нужно спасение, и оно в Господе Иисусе Христе. Ты его должен принять, Андрей, это твой выбор. Пойдем, пойдем поговорим, пойдем поговорим. Поговорили, но он умный, с образованием, может быть, не с одним. Таким людям сложновато бывает сердце открыть. И при мне он не покаялся, но Слово Божье посеялось в его сердце. Слава нашему Господу, возлюбленные. Бог нас учит и говорит, иди спасай взятых на смерть. Не бойся там, где ты живешь, твоему окружению благовествовать Иисуса Христа. Не бойся своим неверующим родственникам говорить об Иисусе Христе. Они, не зная Его, обреченные на убиение, но их Бог хочет спасти. Слава нашему Господу. А как это вот один отсылает меня, при этом и говорит, ой, Вадим, так и хорошо, но это вот надо тому Ваське. Так сказал, брат Василий, я тебя не имею в виду, где ты есть. Как говорит, это вот тому Ваське, который ходит из контейнера, обедает, завтракает и ужинает из мусорного. И там с котами, с тараканами спит. Вот ему надо. А я хороший, у меня все нормально. Ладно, да если ты себе такого высокого мнения, а Вася там в прахе и пепле, но есть 112-й Псалом, в котором чудесные слова про таких, которые прах и пепел и понимают об этом. 112-й Псалом, 5-го стиха и ниже. Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презреть на небо и на землю, из праха поднимает бедного, избрение возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, народа его неплодную, вселяет в дом матерью, радующиеся о детях. Аллилуйя! Слава Богу! И он вовеки тот же, любимый, порученная церкви, порученная Божьему народу, благая весть, Евангелие, и она призвана Богом распространяться и далее. Его желание спасать и спасать людей, потому что он любит жизнь, он любит душу, и он укрепляет веру благовестников и говорит, идите, тех, которые в прахе, тех, которые в брении, благовествуйте им Евангелие, Бог знает, как их поднять. Вот поэтому настолько много в этом зале. Аллилуйя! Слава Господу! И я хочу вместе с вами, любимые, пойти в молитву горячей благодарностью Богу и с просьбой, Иисус, не прекрати усиль твое спасение среди церкви твоей, помажь еще большим мэрой помазания, припаясь силой Духа Святого твой святой народ, чтобы в день этого бедствия, а оно не последнее, их еще будет череда за чередой, пришло Богу время судиться с этой землей, и Он ее трясти будет, и не только землю, и небо еще будет трясти, но пока есть время спасти как можно больше, вырвав их из ада, чтобы ими было наполнено небо. Аллилуйя! Станем для молитвы возлюблены! Аллилуйя! Дух Святой! Аллилуйя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь